Всем привет, ребята, с вами Андрей Чент, и это от пацанки до понянки второй сезон, третий выпуск. Если вы не смотрели предыдущие выпуски, ссылки находятся в описании, а сейчас спонсор этого выпуска. Я знаю, как вас достал карантин, и специально для моих подписчиков из Украины СВИТ ТВ предоставляет бесплатный доступ ко всем своим фильмам, премьерам, телеканалам. По ссылке в описании, простая регистрация, не требуется никаких банковских карточек, вообще ничего. Просто регистрируйтесь, вам приходит смс, 4 номера вводите, и смотрите фильмы в классном качестве ни за что. Не платите ни копеечки. На телефоне, на компьютере, на телевизоре, неважно, этот сервис работает везде. Так что, ребята, такой вот подарок для вас от СВИТ ТВ. Ссылка находится в описании, и проводите время с пользой, смотрите очень классные кинчики и сериальчики. Что, в общем-то, я делаю, когда уже запишу для вас обзоры. Ссылки, ребята, находятся в описании. Эта халява находится там недолго. Переходите и бесплатно смотрите крутые кинчики. А мы начинаем. Ранок нового тижня у школы леди распочинается с уже традиционной экстремальной побудки. Цего разу у роли будильника тренер Епифания. Пожар, чешо. Думаю, чина сграда, чешо. Я подрываюсь. Стоит мужчина с тем... Он с меня стянул одеяло. Если бы я без трусов спала, или, я не знаю, ну, голая. Так и было, даёмся. Подъём, подъём. Встали? Ну, натура так, с прослой не можно, блядь, устаться со страха. Рама там вообще, блядь, пересрала так, что просто... Это вы именно исполнили. Блин, я подорвалась с первых вил-вил, потому что нас так принимали. А у меня же, ну, могло снимать. Я бы прыгнула, потому что у нас был уже такой случай, что я с третьего этажа прыгала, когда вот эта сирена была, но нас принимали так. Нам хотелось и вот, блядь. Но мы же ж типа, ну, леди. И нас много, много на одного, нечестно. Одевайтесь очень красиво. Вас сегодня ждёт тренировка в самом лучшем тренажёрном зале Киева. Думаю, ну, *** себе, ладно, ради так... А так где, на первом этаже? Напоминаю, что у нас в предыдущем выпуске «Снегубка», да, улетела? Молодела, раздупляясь. Честно, я думала, нас действительно повезут в элитный клуб. Казалось, нет. А, есть такой в Киеве, да. Тренажёрный зал. На улице. Лучший спортзал Киева. Лакшери. Я так и думала, что этому человеку верить нельзя, что он в какую-то *** завезёт. Либо в село будем коромысло тягать, или воду с колодца *** по очереди. Вы не задавали себе вопрос, почему сейчас находитесь в этом тренажёрном зале? Что вам делать *** больше? Вообще, думала, нас какую-то обечённю привезли, и там где-то расчленение. Мне кажется, туда ходят одни маньяки, гопники и так далее. Девочки, вы вели себя, как настоящие мужики на вечеринке. Пили, плевались, матюкались. Вам не хватает только бороды и всё. Если хотите быть мужиками, будете теперь и тренироваться, как мужики. Отжимаемся. Что? Да нет. Отжимаемся. И тут мы поняли, что это ***. О, бля, какие, бля. Отжимаемся, я сказал. Мощно. Улопис аж глаз покраснел, он был злой ***. Раз. Диолета, давай. Меня никто ещё раком не ставит. У нас тут ногти грязные, блин. Странная фраза была. Что надо? Делай пять. *** пришёл. Выражайся как мужчина, будем ещё заниматься как мужчины. Это вся *** была для того, чтобы мы перестали материться. Я это запомнила. Вниз. И за неё делаем ещё 10. Тьфу, собака. От этой мусорши мы постоянно страдаем. Делаем. Сейчас будет махач? Все отжимаются, она стоит типа вот так вот, типа ***, она не будет отжиматься. Слишком умная, что ли? О, сейчас кого-то не взлюбят. Когда мы делали лишний раз отжимания за некоторых, конечно, хотел с некоторых ***, маникюр мой, пожалей. Сейчас на тренажёре у вас будет такая же нагрузка, как у мужчин, вашего возраста и вашего роста. Так что, поехали. Раз, два, три. Ты работаешь с ней. Я меняюсь. Встала здесь. Я с мусорами не буду в одной команде, я сказала. А правда. О, пошла делёжка. Не тюрман, у меня принцип. Тут понятия твои не работают. И всё, идём по группам. Всё, начинаются. Это, в общем-то, знаете, первые изгои, кого ненавидят. Ай, бля, это вообще, Шер Марин, бля, прям сисюли выставила. Сейчас где-то инфаркт будет. Две недели без мужика, конечно, дало о себе знать. Так прям смотрела и думала. Господи, если бы не была бы съёмочная группа, я бы вам всем дала. Смотрите, я делаю это сексуально или не очень? Не очень. А как нужно делать, чтобы... Бля, ну рама, конечно, у неё прям такая мощь. Русально. Вот так вот? Да. Шлюха, шлюха. Я такая вот колоритная мадам для мужчин за 45, у которых есть бабло. Ноги шире. Садись, садись. А, садись. Вот тут, отсюда, спину ровную. Поднимай. А у нас она такая колесом идёт. Кладёшь опять на пол. Продолжай, вот. И пошёл он такой красавец по проспекту, как вот он... Голливудская звезда по Бродвее, блин. И забыл за меня. Ну ты же не одна. Да, Бог тебе здоровья. Голливудская звезда. Голливудская звезда по Бродвее. Тяжело. Только бороду по Бродвее не красиво. Я ей подскажу просто. Хорошо. Хорошо, я запомнил. Наехали на Бродва. Такого я ещё никогда не видела. По-моему, они ничем занимаются. Что ты там делаешь? Это тебе не пилон. Лопес, я обещаю. На следующем нашем задании мы будем леди. Ага, конечно. Будем продолжать себя вести как мужчина. Я вас буду вести в такие места даже хуже. А есть хуже. О, какая вы красивая. Угу. Пока непонятно. Фотосессия. Вітаю вас, девчата. Добрый день. Попередние два тижня показали нам, что вы ещё не очень хорошо понимаете, как поводится леди. И даже как поводится женщина. Вы продолжаете палить. Лаетесь. Вика, блин, тебя ждать никто не будет. Ты не вернула себе, уважаемая. Поводитесь иногда грубо, брутально, агрессивно. Это проявы вашего внутреннего мужика. Або даже мужлана. Цего тижня мы собираемся выкоренять все ваши человеческие проявы. Это уже у меня пугать начинает. Что же это теперь не пить, не курить, не матюкаться, не свистить? Ну, ты что? Мы будем пытаться разбудить в вас нижность, которую вы так долго приховывали. Я так понял, эта неделя называется, типа, чтобы наша женственность. Неделя женственности? Бутон, чтобы расцвёл он, короче. Тюбан. Чи розочка. И виткры ему вашу жиночность. Всё, полфотосессия будет, наверное. Раз, неделя женственности. Это ещё какие-то по-любому танцы вот эти элегантные будут. Ещё не дави бог там, или ча-ча-ча, или эти кони будут. По-любому будет полдэнс. Вот по-любому будет ротика. Ну, ещё, да. Женщина должна быть сексуальной, правильно? Я думаю, что нам будут каких-то парней, которые будут за нами, типа, ну, какой-то урок ухаживать, чтобы мы не почувствуемся мужиком, а бабой, ну, девушкой. На какой-то бал отправят, показать свои навыки, свою женственность. Какими вот такими п***цами вы не учатся. Попереду у вас особливое пробование, до которого вы маете поставить досить серьёзно. О, я сразу поняла, что мне будет сложно. Это будет самая сложная, наверное, неделя в моей жизни. Тиждень будет справді нелегким, адже пациенткам доведется пройти неймовірный экспресс-курс жіночностей. А кто впорается с ним найкраще, покаже секретное финальное випробование. Здесь я люблю таинственное трёхощение. Да, мы уже поняли, доказалось. Я уже и так не люблю эти тайные сюрпризы. Короче, я думала, что это, типа, фотосессия в классическом виде, типа, ну, у нас красиво на кашу, она будет раздетая. Ну, в нижнем билетке. Я думала, у нас, короче, якось накрасят, короче, и там скажут, тыждень, короче, стараться так мыться, шаб макияж не смыть, там, или ещё что-то, короче. То есть половину красить красиво? Я вижу, как меня с Гаримин Ровалин, это было чётко. А половину не очень, да? Половину лица сделали нам морскую часть, а половину, как бы, женскую. Этой бороды наелась, я тебя говорю. Эта балахня вот тут, она мне чукалась, я чихала, у меня слёзы градов. Половина того, половину того, ну, и получается, потом гемафродиты, или как их там называют, вот эти вот, там, короче, несостоявшиеся люди. Я иду. Анечка, а что это у нас такая походка пикантная? А, типа, морская. Ну, во мне ещё шатать мужчина живёт, как сказала наша Татьяна Герасимовна, мужик. Меня зовут Вадим. Аня. Очень приятно. Симпатичный фотограф у нас был. Если бы он спел песню «У меня из борода», то скажешь мне «Да», я бы ответила «Да». Я думаю, что ты уже поняла, что у тебя сегодня будет интересная задача. Ну, да. Ты сегодня работаешь в двух образах. Один образ. Мужчина, второй женщина. Хорошо. Прошу тебя занять место дислокации. Типа, нужно лицом фоткаться так, а потом так. Ты леди. Типа, как леди сидит. Сделай, типа, женскую позу. Как её сделать, эту женскую позу? Я тоже люблю. Ну, точно, ну, приблизительно не знаю, как, ну, чёрт. Ну, как минимум у тебя сейчас было только что застенчивость. Это очень хорошая женская черта. Давай с тобой продемонстрировать. Ну, вот, знаете, вроде на мужика-то на самом деле до конца-то не похоже. Что-то непонятное. Держим как раз эту застенчивость. А я только не вижу абсолютно твоего лица. Есть одна большая проблема. Давай, работай. Ногу на ногу положила, типа, грудь вперёд, улыбнулась женская поза тебе. Асель, поэротичней. Давай, что-нибудь такое секси. Какой она нахуй секси? Вы шо? Секси, давай, давай, раз, два, три, четыре, пять. Это было секси? Где секси? Я не вижу секси. Давай, давай. Ну, я не могу. Я не секси, да? Как это можно сделать, блин? Давай, без блин. Сложно быть сексуальной. Когда у тебя нет Пацан покажет, как. Давай, включай кошечку. Положи ручки на этот. Давай, поиграй. В тебя потеатрализируй. Театрализируй это все. Я не могу. Могу почую. Давай. Давай, одна лапка. Куда? Сюда? Да, давай, кошку приставила. Кошку раз, два, грудь приподняла, да, и носик подала. Да, спинка, что не прогнуто? У меня спина больная. А, вот оно что, тогда грудь вперед. Да нет ее. А я, не знаю, как ее выставить вперед, потому что выставлю вперед, и будут видны все мои бока. Давай попробуем такое сделаем. Мяу. Боже мой. Давай. Блин, мяу. Я давай мяукать, у меня даже рот не поднимается, сказать вот это мяу. Мяу. Я не могу. Потому что у меня выходит это, типа, по-бедлядски, типа, мяу, а не как, типа, мяу. Так, вот. Оно, сиди. Но потом я трошки там постаралась. И все-таки там получился кадр какой-то нормальный. Ну, он сказал. Этот куб у нас проявляет, значит, все худшие стороны в леди. Давай, запрыгивай топой. типа, нужно быть мужиком. Какая самостоятельная. Грубая, жесткая, несносная. Я уверен, ты знаешь, что это такое. Ну, да. Ну, вот, и совсем мужика легче, потому что ты там крикни пару раз мат, и, типа, сделай скривленное лицо, и все. Что? Вот так сделай. Раз, два, три. Че? Все, все, вошла. Последние два раза, и уходим. Ну, хамуха. Лучше бы ты мяу говорила. Мяу, какая неожиданная ситуация. Вот. Мне сильно интересно посмотреть на фотографии, которая получилась. И женскую сторону, и мужскую сторону. Че делать надо? Че делать надо? Фоткаться надо. Вадечка, давай, давай. Я не понял, что это такое, что-то. Я бы назвал, это не мужская сторона, а сторона какая-то грязного бомжа, или что-то такое, непонятно. Бомжихи, ну, на мужика не до конца все бывает похоже. А как на него Вадимка называешь, так он уже начинает злиться, видите ли, у него пара с ушей уже шурует. Ну, давай, давай, хорошо. Нет, я буду решать, давай, давай. Добренько, жду. Каждый мужчина оценит, если ты станешь более женственной. Все-таки женственность. Ну, я откуда знаю, там, ой, подай мне чашечку кофе. Даже если ты не знаешь, как ты будешь позировать, внутри тебя живет женщина, которая подскажет тебе. Честно, да, было ту эмоцию, реально сложно вытянуть, потому что я сначала квитку вручив нас, квитку, короче, подивися, покажи мне фотосессию. Не могу, у меня не получается. Потом мне распустили волосы, типа, чтоб я поняла, фен на меня дув, короче. Что делать-то надо? Херасим я. Ой, ***. Так можно не только голову высушить. Играй волосами. Истинная женщина умеет играть волосами. Я, что у тебя, женщина или что? А кто ты? А, ну да, точно. И тут сюда, оно на меня липнет, поняла, что тут же ж на красе, в эти волосы в морду леплят, понимаешь, от этого, короче, фена. И ты вот здесь сидишь, короче, не знаешь, что делать. чьи волосы популять, чьему, короче, фотосессию видеть, или там глазами клипать, моргать. Ниже голову вся подайся вперед, да. Глазик приоткроет, тот, который волосами клипает, да. Вот, да, вот смотри, вот когда рукой ведешь, медленно ее веди, да. Да, 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 вперед, Нинас, куда ты варишь назад, вперед, да, перебрось волосы через себя, давай. Теперь ты должна отработать за мужчину. Все, хватит, я тебя не мучил долго. Давай. Бросок. Сделай мне удар. Давай, иди мне сюда Инку, я тебе сейчас покажу. Ой, я им бы там такого б типулю показала, что они б на всю жизнь запомнили. Давай. Фотосессия мне понравилась, Сережки. Такий Вадик, непоганый пацанчик. О, это что-то такое прям. Туда в зал стоит мужчина с бородой, а борода у него блестит лучше, чем понимаешь бриллианты, камни Сваровские. О, вот тут вот на самом деле нормально накрастили. Хочу, чтобы ты, значит, в женском образе пособлазняла. Вот тут смотришь, вот что-то есть, вы знаете, вот прям мужское, вот прям постарались. Не умею. А я не верю. А че? Такая импозантная девушка не может не соблазнять. Не простите. Вообще раздухарил меня, я такажуся. I'm sexy and I know я *** почувствовала. И тут он мне и ямсочка, и сядь так, и ага, лео. Господин, мужика что уже скольких днив не бачила. Вот сейчас ты такая вся нежно-эротично, элегантно, где-то яблоко, лицо, плечо, это все отыгрываешь, давай. Смотри, не загибайся, такая, знаешь, такая, че, а я ныкаюсь уже за яблоком. Не-не-не, не прячься. Я стесняюсь. Почему ты стесняешься? Нет, я смущаюсь. Я такая вообще дома стеснительная. Я смелая, когда гахну. Да. Страстно. Как поцелуй, как мужчину. Давай, молодец, шикардос. Ну что, я думаю, мы с женской части твоей жизни справились. Идем с мужской? Идем с мужской? Ну, конечно, мне тоже там, ну, помог с там, словечками своими, что я там расслабилась вообще. Как говорится, человек хочет слышать то, что он хочет слышать. Давай, я тебе предлагаю отправиться к стене. Значит, бутылка, рюмка водки на столе, и ты, значит, тут такая нормальная. Все, я уже вошла в обрак. Мужику вообще не сложно. Что там, Харю скривил, притворился, что пьяный, бутылку в руки, и давай лепса гонять. Все. Напилася я меня. Не дойду я до дому. А женщина там, на определенный взгляд, такая, типа, все, покорила. Нет, все-таки мужикам легче. Какую бы ты позу выбрала для леди? Не знаю, я думаю, я бы как-то прилягла. Латонька, я не умею, конечно. Давай приляг. Все, давай работать. Не знаю, куда руку. Руки, все-таки, все равно, знаешь, у тебя такая вот присутствует момент такой. Пока. По вторую сторону вам не показывают. У нас есть следующая локация. Здесь ты мужчина. Давай, поимпровизирую, по позерству. Как мужчина, как настоящий джигит. И начала же я вот это вот двигать, короче, двигаю-двигаю, не получается. Говорит, ну давай, там стукни. Я ж стукаю. У меня, кстати, тут синяк. Фиаси, она стукает. Короче, стукала, грюкала, говорит, давай вспомни агрессию, там, крикни. Сейчас и тумба поломается. Только не ржать. Да ну не могу, я так наиграна. Ты можешь, давай, ты не борешься. Приведите мне кого-нибудь, тогда я буду бешеной, я вам сейчас нафоткаю. Я думаю, что я справилась с заданием. А что бы нет, я старалась. Глазки флиртуют, все флиртует. Не вижу женщины, давай женственней. Нет, это пошло. Где-то руки поставили. Перестаралась. Чтобы не так, не так скучно было. Пока очень мертвая, хочу добавить в это все какой-то твоей... Вот тебя, ищи женские позы. Благороднее лицо. Да, вот туда смотрим, глаза должны быть живые. Нет, не вульгарничай. Хорошо, ладно. Теперь, ты должна предстать в образе мужчины. Ой, это тяжко будет. Да, вот так. Иди, стоп. Вот так замри. Бери вперед. Это не пи-пи-пи, это не э-э-э. Ты включаешь девочку и, возможно, ты за этим прячешься. Мне нужно вот это, да. Брови носу. Вот так же сиди, да. Губы не дуем. А вот мы увидели, Шара Марин, какая она была бы мужиком. Какие губы здесь? Еще жестче, давай, характерней. Да я не могу настроиться. Я не могу настроиться не то. Не катит, не со мной. Давай, быдло. Ты как-то подзавелась больше, чем по поводу женского образа. На этом не больше потяги. Да, я очень хочу посмотреть. Причем, мне больше всего интересно посмотреть, наверное, на вот мужскую часть этих фотографий. Можно присесть? Фотосессия мне удалась очень тяжело. Я хочу, чтобы ты сейчас была леди. мужиком. Хорошо? А я не умею быть леди. Не умею, это не катит варианты. Или работаешь, или не работаешь. Ты устала? Мне дали большие штаны, поэтому у меня нет настроения. В смысле, ты не умеешь быть леди? Ты же работаешь стриптизершей, там что, мужики танцуют? Строение. Только из-за штанов мы сегодня не будем работать, да? Ну, мы работаем, вот, фоткайте, какая я есть, вот такая... То есть, вот, фоткайте, да? Хамка, хамка леди, леди хамка. Да, я звезда, ну, что тут сделаешь? Ну, показал бы, как мне сесть, я бы себе села и, ну, и как-то бы сфоткалась. А он начал... Это манипулятивная фраза, я же не умею принимать имени такой. Это не подход к работе. Я не знаю, как мне сесть, давай. Все. Это очень мертво. Ты просто сидишь такая, и все. Покажи мне шо-то. Шо тебе показать? Ну, на одном ебанке у меня мужик, на втором женщина. Шо я тебе могу показать? И я в мешке. Никто за тебя ничего не сделает и не придумает. Ты абсолютно не стараешься. Я стараюсь. Этого мало. Но я не умею. Ты меня утомила абсолютно. Не, на самом деле, это очень странно. Баба, которая якобы там себя любит, танцует стрип-кис и так далее, говорит о том, что типа, я не знаю, как мне сфоткаться. Ну, серьезно? Я не могу. Ты сидишь и пытаешься мне доказать, что ты маленький. Я не умею. Я не жалеть тебя сюда пришел. Слушай. Он ежик фоткался. Я уже не слушала, потому что у меня сразу включается шум в ушах. Не пи***й, пожалуйста. Ну, и я не хотела фоткаться. Все, я... Соберись. Ну, все, перестань. Почему ты плачешь? Я устала. Вы хотите то, что я не могу делать? Я не умею так фоткаться. Я не могу. Я не даром сказал тебе фразу для того, чтобы получить то, чего у тебя никогда не было, нужно делать то, чего ты никогда не делала. Ну, не леди я, и не мужик. Ничего я не могу. Пусть лучше меня выгоняют, но я в жены муж. Ну, типа, я не хочу. Куда ты идешь? О, все, пошел нервный срыв. Я, наверное, больше ненавидела себя. Если я пришла сюда меняться, а я, ну, свои какие-то психи показываю свой характер, оно им пи***ть надо. Я пошла в туалет, поплакала, поплакала. И как-то мне было стыдно. Я уже чуть-чуть успокоилась, я себе понимала, что если я сейчас не пойду сфоткаться, я провалю этот урок. Ну да, и шансы на вылет будут не маленькие. Мои хорошие, иди ко мне. Я очень рад, что ты вернулась. Я вспомнила нашей учительнице слова, что я пришла меняться ради детей, и я должна собраться. Это поступок. Это доказалось, что ты виновец. Ну, я думаю, что фотки все равно классные получатся. Даже если я заплаканная, все равно хорошие фотки. Какая самая сексуальная часть у женщины, первая, что видит мужчина? Самая эротичная. Как ты думаешь? Не знаю. Я не пытаюсь соблазнить мужчину никогда. А почему? Я так познакомилась, так получилось, что я полюбила его, и все. Ты замужем? Нет. То, что я хочу детей, да, я хочу детей. Я хочу дать детям любовь, которую мне не дали. Вот сейчас я хочу, чтобы ты в своих глазах показывала все вот это тепло. Смотрела так, как бы ты смотрела на своего будущего ребенка. Ну, трошки он тему задел, короче, для меня больную, потому что у меня там момент произошел перед съемками, и как бы он затронул там дети, там ту-ту. Я немного так прослезилась, скажем так. О, все. У меня просто прям перед проектом был выкидыш. Я даже была готова отказаться от съемок. Это на самом деле жуткая ситуация. Нервная система, что-то такое врач сказал. Ну, они сказали, что еще будут дети. Ну, я просто волнуюсь, что вдруг не будет. То, что я сейчас вижу, эти мокрые глаза, ты говоришь о том, что внутри тебя есть очень мягкая, замечательная женщина, которая будет обязательно очень классной мамой. Давай, начнем. Давай. Вот это именно то личико, которое я хочу видеть. И которое наверняка хотят видеть все. Давай. Давай, еще разочек. Мне тяжело было играть как пацана, так и девушек. Садись на руку. Могу сесть вот так. Давай. Я могу вот так на стула сесть и тут посесть на корточке. И буду считать это нормально. У меня даже есть фотография, как я вот так вот сижу и ем суп в ресторане. В хорошем ресторане. Я представляю такую картину, жаль. Официально. И дай мне вот эту эмоцию грубости. Блядь. Оставнись больше. Не, вот сядь прямо, да, развались. А у нас есть стул для картанов, пожалуйста. О, это тано. Согни. И такая, да. Мне можно просто слепыну поставили сюда, я бы сразу бы показала. Ох, блядь, я не долюблю. Я смотрю, вы любите инку, молодец. Давай без инны сегодня, давай. Да. Ты все и так можешь. Я всегда хочу знать точно, что нам хотели доказать учителя. Я, вероятнее всего, думаю, что нам просто хотели в очередной раз поставить ударение, как вы хотите жить на самом деле. Можете ли вы отказаться от мужского для того, чтобы вот стать красивой и быть леди? Не все ученицы разделяют погляды Раміны. Инна, выполнять завдание категорично відмовилася. Я выхожу уже после фотосессии. Я смотрю, что-то на психу сидит, ну, как там, в поле. Потому что зашемырили ее. Я проснулась недовольная, и девочки меня раздражали. И вообще, с утра я захотела домой. Понятно. Потом я вижу ситуацию, находит и гордо говорит, ой, я с***ю телефон, побежала, позвонила. Я взяла телефон у какой-то бабы и взяла, начала звонить при всех. Я тут такой кордебалет закатила, не хочу, я ей тебе говорю, тут очень сильно сложно. Да, да. Ее бомбит, на самом деле, из-за того, что, в общем-то, все пошли против нее. Меня тут все чморят, я не хочу туда ходить, ты что, не понимаешь? Ну, это сложно, да. Я скучаю, потом нет. Ну, а к счастью, наверное, и сама виновата. Что-то сама творит такое. Сильнее, куда же же сильнее? Ты просто не знаешь, что тут происходило за все эти две недели. Семь круговада пошла. Они даже сейчас меня снимают, понимаешь? Посрала на то, что правила все. Никто уже по две недели не звонит? Ты не ох***ь. Взяла, тупо звонишь. Типа так и полагается. Нет. Ты не думаешь вообще о своих действиях, вообще ни о чем не думаешь. Вообще. Девочки начали возмущаться, что какого х***а, она что, лучше всех нас? Не хотела их огорчать и говорить о том, что да, лучше всех? Я не воспринимала это так, реально, сама по себе. Ты, ну, лучше заткнись, иначе я тебя в***ю сейчас. Каждый твой звонок нам выходит боком. Вот как тебя за это не вмазать? Вот скажи мне. Как? Я, блин, чуть не сорвалась, не набила иголой. Потом вспоминаю, что мне на х*** не надо. Она сколько орала, что она может меня ударить. Где удары? То на гав-гав-гав-гав-гав. А прыгнуть и сделать она ничего не может. Значит, пошла и села, как все сидят. Как все, как сидит 11 девочек. Все, давай, шуруй. Аня, она позвонила там, позвонила там. Она начинает с***ть их. И вокруг, это реально бесит. Объясни, зачем ты таки сделала? Ой, ей сложно будет. Да что ж мне разговаривать вообще? Ну, объясни, зачем? Подожди, объясни, зачем ты таки сделала? Тебе в*** на все. Думаешь только про себя и поставляешь какой раз нас уже. Она, типа, возомнила себя королеву, что она может все. Ну, понимаешь, если за каждым там так делать. Я не спорю, может быть детально поступает некрасиво, но сейчас тупо наступает то время, как происходит, наверное, в любых выпусках пацанок находят жертву и ее херячут либо доводят до какого-то нервного срыва, пока она не вылетит. И потом, что происходит правильно? Находится новая жертва, против которого нужно дружить. И вот так вот до финала. Они вот так вот сядут на ноги еще покакают сверху. Мы реально все вдумались, а мы, б***ь, так же и киты. Тоже хотим позвонить, хотим покурить и выпить. Я хочу домой. Тот, кто хочет домой, собирает чемодан и ставит перед фактом. Анина, да уж спасибо. Тогда веди себя нормально. Девочки, они как стадо. Вот они думают, что Рамина это хорошо. Вот она орет громче всех, лезет везде. Это хорошо. Куп цена тебе, нахуй, овца. Пф, собака, нахуй. Пойду, спокойно, ребенка. Мусорские движения такие, в***. Но мусор, оно и в Африке мусор, оно ничего не изменится. Лучше такая ментовская сущность, как у меня, чем зековская, как у нее. Ну это жестко быть таким изборем. зібрати себя докупы и выполнять задачи. Однако уже за годину ее настрой снова изменился. О, домой собирается, да? Да пекло. Мы приехали, что-то со съемок. Я захотела перейти. Смотрю, собирают вещи. Думаю, ну собираю. А ты что, до дома собираешься? Да. Она успокоится, боже, да ты мне уже... А то тебя не до выгона. А я не хочу, я хочу... Да тебя не до выгона. Тебе поверите, ну красиво, да? Ты домой, ну зачем? Если человек хочет уйти, да, он изначально, он уйдет. Вот кто бы его как не уговаривал. Просто, Инна, ты показала себе, как слабый человек? Даже я не петляю к детям. Я сегодня окончательно приняла решение, что мне этот проект не нужен. Инна, если это за тобой конфликт с девочками, мы можем про это поговорить. Ну и что, ну посралась ты. Ну ты тут ради чего пришла? Ради того, чтобы ты изменилась, а не ради того, чтобы сдружиться с девочками. Правильно? Ты сейчас плюешь, лупа, на учителей. Ты не на нас плюешь, нам параллельно. Ты себя даже не представляешь. Я ни за кого ничего не говорю. Я иду, потом сюда. Мне тяжело, потому что вот проект выбрал, да, таких вот 12 клевых людей. Я должна с ними находиться. А я по факту не хочу этого. Люди, блин, просили от таких шансов и никому не дали. И реально уйдет, но мне кажется, ее остановят. Я думаю, кто-то чувствует свою вину, кто-то. Далеко не все, далеко не рама. Ну это нервный срыв. Ну просто вышли на улицу, там что-то девочки пытались ее останавливать, пытались, пытались. Но если до твоей тупой башки не доходит, шел, это такой шанс вообще выпадает раз в жизни. За него надо держаться. А не вот так вот раскидываться, потому что оставить свои, и какие-то желания выше запретов. Тебе нужно было просто с нами поговорить и не вестись, как крыса. Давайте поспишь, а завтра придут учителя и поговоришь с ними. Если ты не хочешь, тем более, если не сегодня будет, поговори сегодня с ними. Ты прежде, чем что-то сделать, подумай 400 раз, для того, чтобы взять ножнички и отрезать. Потерпела бы, ты что будет? Получается, сейчас... Сначала чмырят, это так странно немного смотрится. Сначала чмырить, чмырить, человека доводить до белого коленя, а потом останавливать. Говорит, ну ты вообще подумай, как бы подожди. Ты уйдешь, и в субботу придется кому-то из нас тоже. А девочки-то понятно, чего орали, чтобы я передумала? Выгон должен быть. А вот ты уходишь. Да что я должна о ком-то думать? Я думаю, прежде всего, о себе. Ты сколько раз звонила, знаешь, как я хочу услышать детей? Ты думаешь, мне тут легко? Думаешь, мне легко было сесть, типа леди, а ну, троповые трома тут все. Я не спорю. Ну, только покажи, что ты сильная. Докажи, все украинцы сильные. Докажи самой себе, что ты сильная. Потому что, если ты сейчас уйдешь, ты всю жизнь будешь жалеть об этом шансе. Но мне ее жалко, что все девочки на нее взорвались. Все ее гнобили. Ну, типа, если бы ко мне так относились, я бы тоже, наверное, собрала монотки и ушла. Принятое от тобой решение. Мы все поддерживаем и обжалованию неподлежность. Дай мне б***ь ту чемодан, я его перекину на б***ь через эту б***ь. Почему ты ни о ком не думаешь? Потому что это не мои вещи. Потому что ты б***ь единоличный. С тобой б***ь целый день Инночка, Инночка, а ты б***ь. Все, Инно, тебя чемодан ждет за воротами. Ну, ничего, мы с ней встретимся еще в городе. Она же выйдет в городе. Я с ней пересекусь. А она мне только чемодан купит. Серьезно? Вот как можно за сериатами тебе ходить. Ты запомни, ты свой выбор сделала. Не мы тебя выжили, ты сама себя выжила. Такое двоякое состояние. Каждый скучает простенько. И каждому тоже тут тяжело. Это необычная школа. Вроде и сама ушла. Захотел, ушел. И зачем вылили? Она слабая именно духом. Вот сдалась и все, понимаешь? То есть реально все ушла и все? Она не захотела пройти этот путь и саму себя нет, у нее по-моему было там какое-то настроение такого, что якобы она хотела может быть где-то остаться. Потом просто начали дальше давить и потавали ты нахрен и так далее. Еще этот чемодан перекинули. Внутри показать, что она сильная. но в эту неделю могут никого туда и не выгнать если она реально сама ушла. Потому что это пошло все не по сценарию. Когда Инна втекла это для нас было такой несподіванностью и тем, что мы долго не могли огофтатись. Такого в нашей школе еще не было. Даже не знаю, как это комментировать. Девчата, вчера в нас стався ганебный випадок. Учениця, яка заявляла про свои намеры идти до кінца, проявила неповагу. Ну, девочка подумала, что она попала не в школу леди, а куда-нибудь в другую школу. Например, вечерку. А тут мы как бы ломаем себя. Я вам не раз говорила, шлях до змін не бывает легким. Вы ехали не на курорт. Вас попереджали честно, что просто не будет. Я вас просто закликаю. Не шмирите, да, друг друга? Кожного разу, когда вы будете поддаваться своим внутренним слабкостям, выясните, почему вы сюда пришли. Это точно. Я дуже сподіваюся, что у вас станет сил и розуму оцей марафон, который вы начали довести до конца достойно. Конечно, надо себя ломать и бороться за свое какое-то будущее, скажем так. Я сказала все, и я дуже сподіваюсь, что вы меня почули. Почули. Минус один. Готуйтесь до наступного уроку. Хорошо. Цирку ехала, клоуны остались. Ну, вчера клоун уже тоже поехал за цирком. Что вы думаете? Она права полностью, что мы все сюда пришли сами. А достойно это когда тебе скажут, что ты едешь домой, а не среди недели, потому что ты уже чувствуешь, что ты поедешь домой. Ты собрала вещи и ее так сбежала через зубу. Теперь начинается обсуждение. Каждый сам все понимает, что он здесь и надо ли ему здесь быть. Каждый просто путает школу не с тем местом. Кто-то хотел попасть в салон красоты, но нет. Или в отель какой-то дорогой, не знаю. Это не то место. Тут надо будет бороться за выживание. Вот поэтому дружить не нужно. Понятно? Как загостриться конкуренция, у школе леди. Против кого теперь будем дружить? Сто пудов появится. Как говорится, следующий козел отпущение. конкурс с женой. А точнее, козлиха. Напереду в них была фотосессия у двух образах. Настав час дизнатися результаты. К нам пришел психолог и начал показывать наши результаты работы на фотосессии. Сейчас я хочу, чтобы вы увидели свое отражение в мужском и в женском поле. Начинаем? Да. И первоначальная фотка была цепонятна, цепотка мужчины. Боже мой! Это не я! Я потому что там жирный такой мужик, явно разозленный. Это просто ужасно. Эль Чапо. И нифига не смешно. Вот рядом с такой вот особью, скажем так, ни один мужчина не будет находиться и даже моему сыну будет стыдно идти с такой мамой. Странно, чтобы так мама выглядела. Двухлетнего АЦ. Мужик-алкаш. Давай посмотрим следующую картинку. Давай, давай. Лицо сгладили. Я Клеопатра. Клеопатра. Слинитка. На второй фотографии я увидела искреннюю девушку, уверенную в себе, которая хорошая мама. Тебе идет такой быть? Я хочу быть такой, как девушка на этой фотографии. Я обязана и я буду делать в себе большие перемены. Алла. Дайте ей очки или линзы, дайте ей. Господи, что она все время ходит и жмурится? Ну, видно, что за зрением полные проблемы. Но вот так вот ходить, мне кажется, как минимум некомфортно. А как максимум, так еще дальше портится зрение. Но ты шо, одеть очки, это ж некрасиво, это не стиль, это не... ты же очкариком станешь, бля. Ты шо, у тебя будет все чмырить? Серьезно? Она мне на какого-то психоманьяка похожа. Даже взгляд такой, он такой, странный. как часто он в твоей жизни проявляется? Да я в ярости. Свою ярость на чем-то выбирает что-нибудь и потрошу. Например? Мягкую игрушечку. Я выдумываю... Нет, ну реально, она даже так говорит, как маньяк. Я, когда зла, я просто потрошу мягкую игрушечку. Есть смерть и устраиваю казнь. Нет, это проблемики. И мы в сенсорке живем? Я, допустим, могу топить, могу вжечь, могу закапывать, задушивать. С кем я сижу? Вырезать что-нибудь, иголками протоколить. Но способы пыток очень разные бывают. То, что ты сейчас сказала, да, это какой-то вообще образ маньяка. Нет. Да-да. Никто не подозревает, что я такое могу делать. Если мне человек хотя бы чем-то сделал неприятный, получает свой способ казни или убийства в моей голове. Хочешь себе? Нет, она считает, что это как бы немысли маньяка. Он мне что-то сделал плохо, я просто в голове представляю, как я ему просто высовываю кишки наружу. Ну, я же этого не говорю, не делаю, просто представляю. вы увидите теперь в женском образе. Да. Да. Грозди, красиво. Красивая, умная, милая, блондинка с красивым носом. Посмотрите фильм «Красивая и безумная». Вот это она. Безумная – это точно. Для меня фотосессия была самой тяжелой. Боже, ребенок какой. Это точно твой сын. Я даже не злая здесь, я добрый мальчик 12 лет. Но мне нравится. То есть тебе нравится такое вот поведение, как ты сказала, мальчика, да? Ну, мальчик, да. Ну, знаешь, иногда можно себя ощущать вот таким вот мальчиком, да, в подростковом возрасте, которого обижают и который нет сил дать сдачи. По жизни ты защищаешься, а ты как коршун защищаешься. И тебе это известно лучше, чем всем нам. Да, всю жизнь я сама себя защищаю. В одном интернате, когда я была, меня все обижали. Ну, как я могу защититься, когда меня бьет? И когда ты еще маленький, в принципе, ребенок. Я не могу понять себе, что я женщина, что я должна быть слабой. Ну, ну, давайте у меня уже женской. Ну, красиво. Красиво. Ну, вот это я. Ну, конечно, там какая-то красивая. Я не знала, что он сделает такую. Алло. Заретушил. О, тут прям реально такой бру там. я просто, ну, когда смотрела на эти фотографии, я понимаю, как я вообще выгляжу в жизни. Правда, бороды не хватало. Давайте. без мата. На самом деле, это не я, да? Ну, то я, типа, угашен. Какой красивый мальчик дерзкий. Мне нравится. Ну, здесь, да, что-то есть. Стрих какой-то. Стрих? Тебе это нравится? Да, если бы мне нравилось, я бы тут сейчас не сидела бы. Красиво сказала. Мы нашли третьего брата. Какой-то гопник. уматовый за углом сидит и базарит. Эй, Вася! Смотреть на этот чпок. О-о-о! Господи! Вот это мощно! Напоминает тут этого китайца гангнастайл. Я бы вообще не подумала, что это девочка. Потому что... Потому что... мне не нравится. Там пацан, ну, хуй, лечишь, что это когда-то была девочка. Я очень расстроилась. Хочется быть женственной, красивой. Ну, да, похожа на пацана. Дайте мне уже девочку, потому что я уже хочу провалиться под этот мрамор. мне нравится. Мне тоже. Ну, глаза. Вот у нее глаза тут. Посмотрите в эти чувственные глаза. Такая девушка, мушка нравится, ребят? Да. Да? Вполне. Ого, это что, я? Ну, ты ж модель. Я тут красивый. У меня шутки спотели, мне не верится, что это я. Фотошопом красиво пользуются. Прям видно, как все фотошоп. Это круто вообще. Но красиво. Смотрите, какая красота. Классика знает такая. Ух, красиво. Ничего себе, сексуальное. Как у автожурнала красиво. Струя. Это вообще, ну, очень нравится. Я уже влюбилась в себя. Я там такая, ух, баба на миллион. Ух, класс. Мне не нравится эта фотография. Потому что я уродина. В инстаграм мой посмотрите, там я идеальная. Тюх. Да ладно. Таня, херена себе. Тебя здесь не узнать вообще. Угу. Я хочу быть такой, как вот эта вот девушка, которая, оказывается, я. Ну да, реально два разных человека сделали. Ты можешь стать таким. Классно. Наверное, будет гордиться мной. Сейчас у вас есть возможность воспитать себя саму. Принять свой пол и быть красивой. И навсегда избавиться от этого мужского поведения, которое мешает вам проявить женское поведение и быть любимой, быть хорошей матерью. Если я дальше буду мужиком, то никакое будущее нормальное. Мне не светит. Новые испытания. Нас разбудили и сказали, девочки, завтракать. Ой, готовить будем. Життєве правило сучасної жінки дбай про здоровье и фигуру. Корисна, легка ежа, что тренда норма школы ледии. Основы правильного харчування девчатам викладает и диетолог Оксана Скіталинськая. Девчата, доброго ранку. Доброе. Мы сегодня будем жити одним днем, каким живут зерки. Я думаю, сейчас у нас будет как живут звезды. Может там какой-то фуа-гара, короче, все дела. У нас будет сегодня особливая ежа. Ежа, которую называют модным словом детокс. Не помню, как он называется, дайджест, дайкер, дайкер или что-то. Нет, дайкер, это что-то другое. Знаете, что-то такое? Нет. Докошка. А ты тут холодильник, вы знаете? А ну посмотри, там мой омлет на месте. Есть яблочки, лиман, капуста, сельдер, сельдер. Сейчас сельдерей будет жирная. И тут она, короче, достает там всякую дичь, сырую, овощи. И начинает нам трусить про свое смузи. А кто знает, что такое смузи? Вот этот коктейль сбытый, да? Вы сейчас будете жрать перемолотые фрукты. Скажите честно, а я вам подобнуюсь ваша диета. Наверное, а мне нравится. Невкусное, не соленое, не сладкое есть невозможно. Даже чаем не запьешь, потому что и чаем не сладкий. Блин, ну ты салат перетерти. Мы ржали, конечно. Ну, короче, в итоге, когда она это... Дерьмо приготовила. Чуть не роганули, да? Нам стало невесело. Торжественный момент. Зараз мы будем пробовать смузи. Ну, это поражняковый вкус будет. Я не буду. Я готова попробовать. Я теперь понимаю, почему он называется детокс. Потом рогаешь, дальше же видишь. Фу, время за мной. О, вот это... Как будто кто-то набекал. Она вот колотила такие шмульси. Короче, рогачки коровы. Реально рогачки коровы. Себе покачки. Себе, себе. Себе. У меня. горла петел. Кому-то кто-то бэкнул. Ну, вот как ты сказала эти шоу? Я? Да. Это не я сказала. Кто такое сказал? Я такое в жизни не говорю. Кто такое сказал? Клянусь вам, это не я. кто сказал? Я. Ну, вот как ты могла такое мне сказать? Так, что больше вам было? Починаем. Фу. Кто первый пустит ленту? Попробую мой первый смузи. Я его еле дохавала. Мне не нравится. Очень невкусно. Он там такое намешано было. Я, короче, сначала у меня рвотный рефлекс пошел. Я думала, что я обрегаюсь. Что такое? Оно настолько противное, я даже не могу передать этот вкус. Девчата, это молодец, красавец. Я вкусно. Это Виктория секрет-фигура. Да меня моя устраивает. У меня от смузи сиська выгодит. Кому еще налитый? Нет, Как одуванчиков пожрала. Вы сегодня будете ести целый день смузи. Первое, что пришло в голову, что она у дома зашла. Мы же поубиваем друг друга. Не обижайтесь, но мы от вашей диеты только злез. У нас даже вчера одна сбежала, она же от голода сбежала. Значит, девчата, если вы сможете сегодня выпить смузи, а вы сможете, это означает, что у вас места силовой воли. Это значит, что вы в жизни сможете делать и все иншее. Вот это она сказала. То есть, можно так сказать, к чему угодно сказать, вот если вы сегодня банку говна сожрете, это значит, что у вас сильная воля. К чему, бля? Потому это не просто смузи, это закалка вашей силы И соплями заживаете, Меня это очень сильно напрягало. Я вообще хочу с ней добазариться, чтобы дала мне нормальную диету. Мне можно и пиццу похавать, и смакдака что-нибудь, а что? Я не поправляюсь, я хаваю нормально, и не поправляюсь. Я капусту ем постоянно, потому что чтобы выросла грудь. Это витамины, это вкусно, и можно как-то... Мы поняли, 10... По-моему, ты не капусту жрешь, нет, ты капусту как бы жрешь, но только ты ее в карман ложишь, и необычную капусту, и потом сиськи растут как бы не из-за этого, а из-за того, что за эту капусту можно купить. Кусков зелени ты съела, и грудь выросла. А какой нахуй смузи, когда хочется курицу, гриль, картошку, шаурку? Разошло! Конечно, я молчу, молчу до поры, до времени. Картошечка, это мощно. А когда спрашивают, все. У тебя же нога болит. Ой, точно. Давай я тебе сделаю, обработаю твою рану, ложись. Тебе еще ничего не намазали, ты уже орешь. А ты еще... Пуально. С того моего хочу. Можны... Мама дорогая. Инна. На. Мы просто оттаскуем за ней. Марамойка? Мразь. Марамойка не влезет на твою маленькую задницу. Да. Женственность это еще и сексуальность. А так как у наших девушек отсутствуют вообще какие-либо знания в этой области, мы начали их обучение с нуля. Пацанки получат базовый урок от женской мужской анатомии до угроз, которые могут появиться, если слишком беспечно относиться к половой жизни. Здравствуй. Добрый вечер. Здравствуйте. Я учер-гинеколог. Зовут меня Баланская Юлия. сразу этот гинеколог а я чувакам даже ну там позволю дотронуться тут чтоб не какая-то баба короче лазила моем сокровище я реально высадилась девочки что вы знаете о сексуальной жизни знаем но у нас большинство детственниц а так секс тоже мы любим но все такие типа целки не вредилки в отличие от нас дочь я считаю что половина девочек лицемерки портят что они святые на самом деле такие же люди как мы с асей девочки секс это неотъемлемая часть в отношениях между мужчиной и женщин но также секс является достаточно опасным если иметь безразборчивые связи менять много половых партнеров не используя контрацептивы забывая про этот момент какие виды контрацепции вы знаете резерватива мужской совершенно верно сели вы при половой жизни использовали презервативы я тоже дома пакет огромный спрейсиком с маски у меня полтора литра купила на распродаже пидон мужчина мой доволен я люблю эксперименты а правда что простите извините вы не думаете что такая прям пошла но у меня было до этого проекта развратная половая жизнь я люблю и на потолке и на столе и под столом и в машине и в гараже и в лифте и в автобусе и ресторане правда что после анального секса и вагинального презерватива лучше менять чтобы бактерии вот эти вот не перешли до совершенно верно совершенно верно по факту в жопе находится извините меня за мой французский находится нам столько бактерий тоже должно было через жопу выйти в туалет а потом ты все загоняешь как бы в другую дырку конечно там потом у тебя будут проблемы такие что лечиться будешь долго а если простите мы случайно ты сделала без презерватива то нормально что я полощу свой рот это же помогает вообще вы правильно делаете то что вы пользуетесь антисептика я такие темы не интересуют в шоке девочки большая часть из вас ведет я так понимаю активную половую жизнь то не что вы знаете о венерических заболеваниях какие лапидиоз 3 молочных триппер там герпес сифилис меня в школе учили я вообще-то биологию учила от течет некоторых потому что такие мне кажется заболевание должно знать каждая девушка потому что с кем не бывает ну мало ли скажите знаете ли вы что у меня я не знаю я надо выглядеть вон она не очень ой фу ой фу мне блин реально страшнее ваш господи пожалуй я не могу просто очень страшная картинка я даже не представляю как важно вообще с такой ходить к чему приводят инфекции передающиеся половым цветочек завязанным исходом смерти в сифилис и вич действительно могут приводить и к летальным исходам к чему же еще половые органы и не будет никакого не удовольствия ни детей ничего хорошего но даже не в обиду маринки сказано не в обиду даже той же алки это и стриптизерши как ее аська короче им полезно все таки такой послужить наша своем возрасте я бы не тяга лася вот так как они тяга каждая уважающая себя женщина должна посещать гинеколога раз шесть месяцев я с гинекологами вообще не дружу я последний раз там было наверно народах и еще там пару раз сходило и все по цену я ковыряются там я не нужно вообще живого человека чем-то цыгать сегодня попробуем частично но исправить это упущение нет ли они не в обзоре никого не понравилось сдать с вами анализ и потом мы сдавали кровь по новичку а да проходи так мы не снова шприца все было новое а также списки на врачи не будет смотреть приятно а я скажите пожалуйста сколько у вас было половых партнеров по 1 1 2 2 2 2 у меня был один партнер я там себя регулирую и не треха из кем попал а у меня было половых партнеров у нее девятнадцать лет 40 пацанов это вообще мысленно вы тоже спросили такое я не знаю но не считаю болтишь точно было девочек 4 вы давно сдавали хоть какие-то анализы но я проверяюсь потому что я знаю что такие болячки могут через год вылезти а вы вот так переживаете есть повод один раз просто без прессика переспала по пьяни до сих пор хожу и проверяюсь не дай бог какую-то болячку подцепила волнуетесь сейчас волнуюсь потому что четыре года употребляла наркотики инъекционно два года инъекционно тогда было для исполнения действительно ну все было стерильно не то что там один шприц на всех очкован если он там окажется у вас не было раньше желание обследоваться на вич то зачем я не ширяюсь ни с кем не сплю и вообще целка года то есть у вас никогда не было половых партнеров вы как-то боитесь отношений с мужчинами я не боюсь отношений не было мужчиной с мужчинами я просто считаю что муж должен быть один я за секс после свадьбы забор крови забор крови они у вас нет песни тигра ой я не веду чего-нибудь красненького вина вот дают правда я просто даю там детям знаете год ой дивиться не буду як ваши дела давайте мне это смотрит еще на самом деле с вены не больно брать может быть неприятно я не боюсь этих анализа там с вены кросс пальцы кроме как бы все равно я даже не почувствовала что она там не брал как будто она уже накатила пол-литра потому что я этого боюсь бля устрою любом случае все мы сдаем анализ я удивилась из бары на и тут татуировка тут татуировку можно взять короче цель кровь звены я не боюсь никаких других уколов кроме как вену я можно ходе глаз колоть хоть татуировками все тело мне переколоть с пальцем можно брать хоть всех 20 на ногах тоже но с вены нет только не дергайся все вот так держи ручку только не дергайся не смотри ой боже если чеку нечего скрывать чек как бы спокойно предоставить свои вены если у человека есть какие-то там а слушайте а догадка то на самом деле имеет место быть если люди от нас лет было 40 мужиков то может быть она и устроила тоже как бы истерику из-за этого закрытые болячки так дали нет на дилон будет нервничать иди тебя тебя обниму ручку отдашь может быть все можешь не поплачь ой бля ой бля о боже а а а а шу реально выберу белок а все порядок помажу задавали наша тырка я не верю алленому омраку который произошел когда мы сдавали кровь на актрису а все теперь мы узнаем того ж дня пацанки дизналась результата своих анализов а зачитывать типа тайна ну да судя по всему а на счастье боялися они дарма жодных відхилень від нормы ни у кого не виявили а у всех нормально чему тут цель год ну не секрет что наших оценок по-прежнему проблемы с алкоголем поэтому мы решили провести им урок алкогольного этикета для женщин типа бокал 150 раз заходим в холл и тут шампусик коньячок водочка сколько там было всего пустили на куча разного бухла разного при разного лакер спать сок я даже коктейли помотаю наверное дегустировать будем только скоктали сто процентов не зря на нос чесался я сказала марина выгонят не выгонят но ты попробуешь здесь все волью в себя столько сколько смогу здравствуйте девочки меня зовут дмитрий я работаю барменом братишка бармен дали немного текилы сегодня мы с вами поговорим об алкоголе у кого какой есть любимый напиток виски варилка коньяк водка шампанское давай клюко или дон переньон 2008 года винтаж один раз пила кристалл но это пила совершенно случайно в монако тогда я и переспала отработала бокал кристалла ничего себе пошла на это в шампании это самое нормальное шампанское типочек такой говорит будем учиться пить как леди как вы пьете напитки определяет вас в обществе началось с бокалом что он нас что правильно надо ну это для виски вот так вот мы не берем с нескольких причин это неэтично это температура бокала передается от ладошки не ну он вообще правильно учил ну я пыталась там все запоминать ну реально там вкинуться в вкус я хочу до вас достучаться о том что можно пить красиво но пить культурные и качественные напитки не хлопать наживаться в стельку но красиво а по чуть-чуть на самом деле с одним бокалом можно провести уйму времени и каждый глоток будет раз мы коктейли хотим хорошо девочки тогда начнем ближе дегустации дегустация а потом начались коктейльчики сейчас сделаем коктейльчик под названием май-тай переводим что-то неземное он делается на основе двух видов рома это апельсиновый ликер называется контро это миндальный сиропчик лаймовый фрешик вот я тоже запоминаю рецепт чтоб потом если бутылки саприл спала сейчас все попробуйте а эти глазки горят бля и туда апельсинчика не пожалеть вы нам всем такой коктейль сделали? я вам дам один чтобы вы попробовали бля фига все у них у них что там микрофоны в ушах стоят или что? шо их так слышно? культура питья коктейлей трубочка это та вещь о которой вы должны в целом забыть если это не мохито там где много очень льда вы должны услышать запах только девочки до совести а продегустируйте без проблем сейчас продегустирую хлоп о да а можно еще я не распробовала все с одного стакана я понял господи ой класс а можно с чаем? что? что? это мой любимый коктейль вкусно хорошо стоите можно манировать конечно это мой теперь мы сделаем еще один коктейль давайте коктейль называется а в чем прикол а потом они начнут сами типа короче набухиваться и проверят насколько они нажрутся или чепутский лимонад ну сто пудов потом начнут они культурно не бухать пробуйте под жопой чувствую пробуем хомячок нас стал чуть-чуть раздражать опять короче не в тему шунула я ей шо говорил шо я говорил ушла одна дружным против другой теперь хомяк попал под раздачу она получается полезла ну вне очереди конечно но Ась это скумарила он нас сделал по коктейльчику объяснил как делается ну я конечно не слушала а потом я пожалела когда он сказал что нам теперь придется самим их делать а я вот уже оценю у кого какой лучший получился а ой нема питань сейчас я вам на химич ну и мы дорвались кто куда кто пошел и там отцеркнула и там отцеркнула там понюхала кто попробовала кто уже по бокалу полнула там выпила мне что нравилось я что уже там короче время не теряла на фигнитое коктейль если можно чисто выпить 50 грамм и пошла душа врать тут вискаря переливаем фу я просто не нашла вот эту отмерку просто я на глаз одного второго третьего четвертого ну честно такой получился коктейль этот ну мне уже я если пью то я уже пью все что горит и мне он уже пошел нормально я уже туда подбухавшая была это твой коктейль был? тут ничего не осталось нет конечно мы уже все выбрали туда не вытягивать мы сделали коктейли он попробовал все коктейли и *** мне сподобалось замечание в том что очень много алкоголя мы все как-то так перебрали чей самый лучший? один из самых на самом деле сбалансированных это вот этот тарамина да я так что поняли что это мой коктейль как называется коктейль? май-тай в переводе что-то неземное молодец плохой я не вагман дело не в этом ты все равно должна с любовью подходить ко всему у меня большая к вам просьба аккуратно здесь убрать без спроса оставить что как оно было без проблем сейчас кто там нажрется мы поняли что никто убирать не будет ты типа иди иди спасибо за урок все всего хорошего спасибо вкусный у меня коктейль кстати только он ушел сейчас допьют где где моя прелесть и давай а тут же как работает правило ну если все бухают то и я бухаю как говорится всех же не выгонят правильно поэтому пока есть возможность надо нажраться как нас кинулась смотрим до следующего после короткого перерва злочин и других до чего призвgger пьяный демо в школе леди и все мы готовы давайте это проект от пацанки до парнянки в учениць сегодня завершился урок алкогольного злечения леди Пока разрешено, не знаю. Втім, замість прибрати інвентар, девчата кинулися його спустошувати. Как вы чувствуете, может быть провокация? Ну да. Да и пусть будет провокация, выгоняют пусть. Выгоняют пусть пьяной. Мы начали заливать все, что видели. Я запривошу, чтобы не пилашку. Думаю, пивасика выпью. Она снимает? Походу да, вот он светит. А пофигу. Поезд. Ого. Пошел коньяк. Пивас. Хомяк, давай коньяка выпьем на двоих. Ой, Хомяк, ты смелая женщина. Молодец, на, запей. Я сама готовила. Потом водку почалиш пить. Тихо разломать, пока не чинимаш. Ну, пьясяк, будем чинять. Мы забрали все бухлишко и попрятали его нечаянно. Ну а шо делать, ну? Нам же не дают пить. Прячь. А они не видят камеры или что? Ну и в общем угасились, а мы нормально. Музычка, значит, бухлишко. Мы себе танцы-шманцы. Пошли в оттрэм. Пошли в оттрэм. Давайте она начала рыдать. Да, она просто трохи поребрала. Это уже белка. Ну так я и так сразу сказала, говорю, свинка своя дала. Ёжик, шо такое? Не гони. Пойдем в кровать. Я вообще человек, который не ревет. Мне стыдно признать, что я заплакала. Я даже до сих пор не могу в это поверить. И тут на тебе, пошел поры. Ну, наверное, если торкнула, аж там уже все. Да, Баланчик. Нормально. Она еще рыгать может начать. Лови. Да, если бы я знала, где он. А, вот я вижу его. Бля, нас мать их же еще. И, короче, в один прекрасный момент... Я вот не знаю, пишите в комментариях. Я же думаю, что меня точно смотрят осматики. Можно ли вообще осматиком бухать? Или это реально очень опасно? Когда я прокидываю бокал шампанского, приходит... Я так понимаю, что, наверное, когда просто херово станет, то ты будешь настолько тебе будет... Ты взюзю, что ты даже не сможешь сама все пшикнуть или сам себе. И может с этого как бы лица ласты склеить и задохнуться. Правильно я понял? А, сильно. Ой. Добрый вечер, я диспетчер. Я реально думала, что, неужели до такой степени меня... Что, короче, она, может, в натуре белочка какая-то. Что тут отбывается? Мы, короче, не бенем, а не кукареку. Я же даже боюсь рот открыть, потому что перегар куда-то там-то слегли бы все, наверное. Три хвилини, чтобы все были тут. Ой-ой-ой, бля... Девочки, учительница приехала! Девочки, девочки! А, учителька приехала, старушка. Збираемся выходом. Я поняла, что зараз... А ежика как поднимать? Я сейчас только что так... А пылась, а я пьяна, кора мысла. Иди умойся холодной водой. О, ежик оделся. Холодной водой, ледяной. Дай я тебе настрою. Умывайся. У нас три минуты, спускайтесь вниз, девочки. Вот это шухер. Девочки, я вас попрошу, пожалуйста, побыстрее. Ты, что-то это я подворилась. Как хорошо, что я не накидалась. Ни потолу, в высоком, ни пуль. Ооо... Бля, ежик в говнину. Просто в говнину. Спускаете. Я здесь, я писала. Давай быстрее, пожалуйста. Я писала. Уважительно к нам и кучу преподавателей. Она просто писала. Она писала. Я реально писала. Выбачьте, будь ласка. Ася. Ася, господи, это неуважение вообще. Ну я же хочу тоже красиво выглядеть. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Якщо він добрый. Хочу від вас почути, шо за вакханалия тут творится. В смысле? Вакханалия, это когда вакханки устраивают свою оргию в честь бога Диониса. Бог вина. Алла, я дуже вражена твоим опізнанням грецької мифології. Я такая... Выпидрилась. Да, я знаю вообще. Что тут відбувається? Нет, я скажу так. На самом деле все более-менее на лицо нормальные, кроме ёжика. Простите, можно? Давайте набираемся. Ну, по нас простите, мы ощутили всю крепость и слабость алкоголя. Все, которые нам могли показать, ну... Дмитрий. У него уже десять лет стажа, как бы он... Шо нанесет, блядь? Это случай, когда захотел, типа, исправить положение, но получается херня. Показал, что можно, что нельзя, и как это что описывать. Шо нанесет? Ёжик, стань на место. Ёжик, стань на место. Ёжик, стань на место, пожалуйста. Простите. Ой, мне так стыдно. Я когда цена, я так много говорю. Что вы мали зробить? Побрать у нас? Прибрать. Прибрать. Прибрать зі столу, а не развести. Я навіть не знаю, как это назвать. Меня цікавить, у когось из вас дома есть такая кухня? Такой нету. Ну чому вы не цянуете... Опять ёжик, блядь, словил белку! Дети, те, что есть! Бляд! Что это белка? Ага, без семена поднимись! Что происходит? Человек просто немножко в стресс пришел. У нее просто сильно болит спина и больно сильно. И руки у нее еще болят. А мне это больше выглядит на пьяную истерику. Простите. Дома нет такого холодильника. Что она несет? У меня дома вообще его нет. Я его сдала. У меня дома нет холодильника. Таня, отведи ее, пожалуйста, в кровать. Боже мой. Я не могу лет на меня дома. Ну, с ней мы поговорим потом. Блин, жесть просто. Людина была в неадекватии. Единее, что мы могли сделать, это провести ее гидную дезинтоксикацию, чтобы она на рану просто почувалась лучше. Сколько можно говорить? Я хочу видеть реальные изменения. А потом, короче, вижу у нее маленький чемоданчик. Думаю, все, сейчас будет измерять наши эти промилле в крови. Я знала, какие занятия у вас ныне. Я просто хотела прийти и пересвідчатись, что вам стало розуму втриматись. Я взяла, что вы верите в мухлешку, и мы начали мухать в ней. Я сразу подумала, что некоторым девочкам... Мы в мухлешку проверили. Что надо делать? Туда? Нет. А куда? На меня. Ага. Сюда. 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 Подожди, сейчас меня еще не звали. 0,7 промилле. Ну, это такое еще. Уживало, но... Честно. Сколько выпало? Ну, нормально. 0,7 – это далеко не рекорды. Ну, еще там где-то Валера мне подсказывает, сильно не дуй, потому что тебе, короче, пи***ка ворота настала. Я же такая, давай там чуть-чуть, короче, дудь. Ну, короче, не тут-то было, как говорится, на хитрую жопу хитрый х**. Мне Тетяна Герасимовна говорит, вы что-то ты слабенько дула, как умирающий лебедь. Сколько? Я могу на место встать? 0,7. Можешь вставать на место. Ну, это все такое еще в меру. Кто готовий зараз? Вот мне пообещать, что никакая провокация больше вас не будет спонукать до вживания алкоголя. Я... После сегодняшнего теста у Ёжика иди спать. Найвищий уровень. У Ёжика. У Виолети и у Саши. Серьезно? А Ёжик? Для тех, кто особо отзначился, я приготовила особенное покарание. И я очень надеюсь, что именно после этого покарания тема алкоголя раз и назавжди вилетит из их головы. Сейчас вы вирушите разом со мной в особенное место. Хорошо. На капельницу, да? За свои впечатления нужно научиться гидно ответить. В любом случае думала, что что-то такое будет, какая-то подставка. Может повезут в клуб аспорт. Потому что у меня такая гулять душа дает продолжение. Я думала, что какая-то компания за мной сидит. Поняла? И они мои друзья и заставляют меня пить. Они слабо брать. Нет. Зайли нас в подвал. Два несчастных кресла на полу и куча вина. Так бутылочки в рядочек выстроены, так красивенько. Поняла? Я ж люблю красоту, понимаешь? Новинный погреб. Ну да, так слюнька после выпить того уже, конечно, потекла. Это алко-карцер. Это спокус. И для меня очень важно, что вы здесь держитесь. Если девочки провести ночь не хочет смотреть в округ. Постоянно поговорим. Хорошо танцевалась, да? Фух. Я, например, люблю, когда выпью, догоняться дальше. Пока уже не буду в состоянии и нестоянии. Понимаешь? Таких вино это вино, да? Таких даже и не видела. Это легкое, нежное, зрозумелое и подкое шардоне, в каком ароматы полевых клей и вынимаются из масштабных яблок. Они так все красиво описывают, что бабушка храпела. Может, тут есть выход? Я хотела... Посиди мне, лучше поговорим. Ой, мама дорогая. Спасибо, Господи. Ага, все, потом оставили. Потом мы таки одупляемся, что там бутылки есть и за пять косарей, и за четырнадцать косарей. Думаю, ***, тут цены. Пять шестьсот. Я и ***, пять тысяч гривен. Мама дорогая. Я б на эту пятерку столько бы сеньки взяла. Вообще... Як оно вкусно, у меня уже в рот падает. Хотелось попробовать, если честно, но это ***, не, я, короче, вино манала, ты шо, ты шо, короче, куда там, капец, доски, я шо. Эх, помухать вы. Мы сели ее поховали, чтобы оно не моляло перед очами. Ну я себя реально попыталась слушать, что... Но оно того не стоит, чтобы сейчас уйти с таким позором. Согласись. Может реально людьми станем? Может. Но это не точно. Мы сходили с ума, много о чем думали. Просто сколько сенька, я знаю, даже на жизнь не сломала. Да, кстати. У меня какое-то отрешение, потому что нафига я так на***шилась. То, что водка, алкоголь, делает проблемы в семье, в жизни. О-о-о. Строй не было. Я просто вспомнила фотосессию. Коронавирус не так людей, как алкоголь. Он переклинула вообще пить. Я за отца вспоминаю. Аж совесть мучает. Он в натуре спился. А я повторяю ошибки, блин. Хотя меня просили. Мой, зачем я еще не пила, короче. Я тоже. Вечно *** делаем, а потом думаем. Я себе хочу пообещать, что я больше пить не буду вообще. Я уже тоже это себе решила. Просто в следующий раз, перед тем, как выпить, я вспомню этот холодный подвал. И чтоб там дальше не было, я буду сдерживаться, отвечаю. Да, посмотрим. Ой, мы посмотрим. У меня было искушение. Но я все-таки сдерживалась. И чубы, красава. Мы это вывезли. Весь тиждень девчата занимались тем, чтобы раскрыть в себе ту затуркану, забиту, приховану женночность. И кому, именно кому это получилось лучше, нам поможет понять настоящий человек. Это человек, за прихильность которого боролись больше 20 прекрасных Украин. Что за холостяк? Оценивать женночность учениц запросили найбажаннейшего холостяка Грузии и Украины, Ираклия Макацан. Участник популярного телепроекту и известный бизнесмен вирусит на экспресс-побачение с пацанком. С каждой он поспілкуется лишь 10 минут. Потом, оберет трех, наибольшую на его думку схожих на леди. Одной из этой тройки, Ираклий вручает троянду, которая даст девочине иммунитет на церемонии выключения. Скоро, наши девчата сможет причаровать будь-якого мужчину. Адже их краса природная. Стоп, Куперос! Почни свой ранок с догляда за собою. Так, детки, ногти почистили? Нет. У меня они грязные. Я мою руки. Сыкатна. Аллочка, сейчас бля. Накрасили. Мы сидели в ожидании. Темно и загорается резко свет. И оттуда выходит какой-то дябр. Музыка. Кто-то узнает. Он такой красивый, что просто б***ь. Очень красивый, короче. О, я здесь бачила тебя. Да-да-да. Добрый вечер. Добрый. У меня душа в пятки ушла. Аполлон с неба пришел или где там Аполлон с Олимпа. Меня зовут Иракли. А кто ты? А кто ты? Это певец такой. Типа с Бианкой он еще пьет песню. Я вообще подумала, что это певец. Потому что группа такая с Иракли. Короче, я такой х** не слушаю. Но выглядит он ничего так. Это не певец, овца. Сейчас ты футболист? Нет, да? Нет. Нет, слава богу. Все, я уже поняла. Мое. Но не тут-то было. Оказывается, у меня еще их девять рядом соперниц. Мне очень приятно быть здесь. И мне очень интересно с вами поговорить. Сам холостяк, как мужчина, симпатичный. Конечно же, он мне понравился. Меня зовут Шармарина. Я из Петербурга. Какое интересное имя. Ну, у меня двойное просто имя, даже в паспорте. У меня такой холостяк. Твой х**. Кто вы сомневался? Глаза такие добрые. У тебя? Или у вас? И у вас тоже. Ну, глаза зеркало душе. Они как бы никогда не врут. Он заливает как-то. Что сделал? Покупался. Посмеял. Шарм? Да. Решение поменялось к окружающим. Когда я поняла, что многие люди от меня отказываются, я решила поменяться. Она знает, как общаться с мужчиной. Я первый раз в жизни мужика не лапала, не соблазняла грудью. Я с ним говорила на умные темы. Я уверена, что я его зацепила. Не увидел такого стремления открыться и, как говорится, поговорить по душам. Приятно с тобой было бы общаться. И я желаю тебе успехов. Я же привыкла с пацанами, ну, жила-была-пила, это лето-два-лета, все, побазарили. А тут о чем с ним говорить? Здравствуйте. Алена. Алена. Прекрасное имя. У меня вот цепанули глаза. А я же вообще такая падкая на глаза. У меня вот так вот. И все, люблю. Как ты чувствуешь себя? Нервничаю. Почему? Ну, вы такой популярный мужчина. Это не так. Он еще не знает, но я уже мысленно детей родила, внуков назвала и умерли мы в один день. А кто тебя как бы подвиг на то, чтобы ты прошла на проект? Моя дочь. Ты сама? У тебя есть дочь? Да. Ей пять будет. Прекрасно. Получилась такая ситуация. Молодой человек меня бросил. Я сама ее воспитываю. Молодец. Ну, б***ь, такая у меня жизнь была, ну, пусть послушает. Во время, я не знаю, там, периода, когда выходили на свидание, там он как-то красиво ухаживал или там, я не знаю. Да, красиво бутылку с пивом открывал. И все. Даже цветочка не подарил. Мне вообще никогда мужчины цветы не дарили. У меня, к сожалению, сегодня нет цветов, а то бы я тебе подарил. В следующий раз же будут. Возможно, да. Ну, я что и подумала, на тебе розу, все, милейшая иммунитет. Спасибо. Было приятно. Взаимно. И чувствовалась во мне уверенности. Думаю, что это все исходит из тех отношений, которые у нее были. Добрый вечер. Привет. Привет. Алла. Да. Да. Он когда сел вокруг меня. Я чуть не потекла. Я забыла как разговаривать. Дыхать я спела, но дышать невозможно вообще. Так я сижу и думаю, что делать? Какое настроение? Такое. Я смущалась. Какое? Как мне его впечатлять, если я в шоке? Он мне настолько понравился, что я вообще забыла все, как я это делала. Ты очень симпатичный. Очень. Удивлен. Я думаю, что не стоит смущаться. Держу себя в руках, сердце в грудях. Так. Писька уж там. Короче. И скреплюсь. Сказочница еще одна. Угу. Барыга – это отдельный экземпляр. Она знает психологию людей. И она знает, чтобы ее не выявили, как она врет. Надо просто висеть, как кокетка. Интересно узнать причину, почему ты именно здесь сегодня. В последствии того, что мне нужно стать леди, я не могу выйти за хуже, за своего как бы такого вот не совсем женственного поведения. Ну, я не могу поверить, что твои родители или близкие друзья тебе в течение жизни не говорили, что… Не говорили. Не говорили. У меня не было просто никому говорить мне. Я как бы сама себя воспитывала. Поэтому вот все, что вот сейчас я какая-то… Как я понял, ты сирота. Да. Сирота, хрен. Я тоже сирота, и что ли? Она надавила жалостью. Многие из нас не сказали, что они были в интернате. А здесь, получается, она сыграла именно малипулярцы. На войне все средства хорошо… Морозок-то кончено. Я ее просто не… Она такая лицемерка. Ха-ха-ха. Я актриса. Он повелся, что я ему сказала. Я не ожидала, что такая симпатичная будет молодая. Ну ты, я надеюсь, в зеркале тоже видела себя, пока сюда шла. Так что мы на ровне… Ну… Я не влюбилась. Я просто захотела себе такого домой. Чтоб стоял где-то в углу, радовал моего ока. Боже, ну это как-то противно было сказано. Ха-ха-ха. 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 Постоял взгляд сподлобья какой какой уолочки. Хипер-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи. Можно? Конечно. Можно ИК называть. Твои глаза красивые. Сейчас плюнула? Нет. Вот эта фраза. Плюнула. Что, я из Барышевки, Киевская область, знаешь? Не знаю. Что, не знаю? Ну, это Чубрих. У нее какие-то такие повадки мужские. У нас с ним не говорила, а позарила. Прекрасно выглядишь. Спасибо. Как это, я не знаю, стиль называется, но это именно украинский такой вот. Что ты не знаешь? Я сразу же заметил, что у нее нет некой закрытости. А для меня это очень важно. Боже, пока он до меня не дует, да? Я думала, выберу травму, потому что она хороший собеседник. Все интересно общаться. Вот скажи мне три твоих принципа, которые ты считаешь, что по жизни они у тебя есть, и ты никогда их не перепрыгала. Не беру рот, не даю рот. Чубак думает такой, бля, короче, ты мне не подходишь, бля, что первое, что второе. Пацанский ответ и недостойного пацана, я бы так сказал. Мне Ираклий не понравился. Мне не нравится, когда у мальчика борода. Мне нравится, когда он лысый. У него мало волос было. Бля, мне тоже как бы в мечтах не быть для Рамы лысый и без бороды, я понял. Бля, не беру рот. Мне было стремно, и мне реально с ним не хотелось разговаривать. Скажешь мне одну в словах, может быть, о себе? Я бы постеснялась, наверное, рассказать. Хотела ему рассказать одно, по итогу вышла вообще такую дичь, начала трусить. Я недавно рассталась с парнем, он мне изменял, бил меня, в общем. Это очень неприятно, и очень по-мужски я согласен. Я думала, я просто не умею выбирать правильных людей. Может быть, это твое поведение притягивает? Может быть. Ну, живу одним днем. Ну, там, гуляю. Просто я поняла, что я так могу и дальше это продолжаться, и потом просто, ну, к 30-40 годам просто себя угробить и остаться никому не нужно. Я вижу, ты умная. Да. Видно, что она может себя проявлять и жить как нормальная культурная девушка. То, что она читала до седьмого класса книжки, это еще не показатель. На самом деле, с этим человеком не о чем разговаривать. Ты певец? Нет. Понятно. А ты? Я умею танцевать. Может, станцуешь? А ху-ху, не ху-ху. Бабки, давай тогда станцую. Я танцую. Бесплатно не танцую. А у меня еще двое детей, поэтому мне же надо как-то поменяться, понимаешь? Ну, и как успеваешь такую тяжелую работу? Никак. Нет, я их вижу два раза в неделю точно. Это ужасно. Это ужасно. Уметь двух детей, видеть их так редко два раза в неделю, я думаю, что о многом может говорить. Не понравилось, конечно. Почему мне должно нравиться, когда ты приходишь знакомиться, но ты общаешься как психолог. Но мне психологов уже хватает. Вот так вот. Ой, знаешь, раньше я этого не понимала. Но сейчас я уже поняла, что я буду с ними жить. Ну, они со мной будут жить. Ну, не важно, мы вместе будем жить. Главное, что я ему правду сказала. А то бы я бы ему нах***ла. У меня нет детей, у меня нет парней. Я вообще... Прости, Танюша, я целка. У меня не было секса с парнями. Угу. Девственница. Угу. Ну, а ты же грузин или кто он там? А вообще такие тёлки, они, знаешь, как ценятся там? За тебя, Колыма, да? Вот это все дела. Ну, уважительно и я думаю... Я считаю, что секс должен быть только после свадьбы. Ну, это моя позиция. Чего выражу тебя? ***. Извините. Неправильное обращение к девушкам. Знал бы ты, как эти *** девять леди общаются дома, ты ***, чувак. То, что-то, конечно, все такие при нем сидят, корчат из себя таких ***. Там типа разовор у них такой приличный, они такие все прям манерные. Сдержанные, да? Да, я не права, простите. Ну, нормально с ним, вообще с ним понравились его глаза. Вот он как-то все равно умеет к себе расположить любую девушку, даже такую ***, как я. Боже, вы вкусно пахнете. Так бы я облизал обо вас. Что ему вообще говорить, блин? Это ж звезда, а я тут *** сижу с колхоза с Житомира, приехала девочка. Как идут дела? Дела идут пока что на ура. Не все может получаться с первого раза, но если стараться, то, возможно, в дальнейшем ты достигнешь своей цели. Хомячок эти свои глазки выглупила вот так. Ну, рассказывала о семье, там что-то какие тяжелые. Я пришла сюда сама по своей воле, потому что я хотела бы быть хорошей матерью для своего сына. Молодец. Хомяк там ему начало такое трусить, там, и про искренность, там, ну вот именно там покорять, начало, что мы такие офигели, типа темная лошадка, там вроде такая-такая, а знает, как надо общаться, типа. Первый раз говорю с таким человеком, с каким-то бизнесменом Греции или чего там ***. Дошла черга до меня. Такая невоспитанная работа. Я просто не понимаю украинскому сильно так. Ага, а как мы будем спілкуваться? Только на украинском. Я не могу. Ну, типа я… Доблема, а реви Сауро тразит с гендаром, а рогурт с гендаром. Я не слышала. О-ля-ля, або все ва-ля. Ха-ха-ха-ха. Я на российском не аниме, не кукурику. Ну, что я ему буду говорить? Нескромный вопрос, а сколько вам лет? Тридцать дней. Ну, я бы дала поменьше, конечно. Ха-ха-ха. Я ничего такого не робила, чтобы его звабить, не показывала там, о-о-о-о, губами. Я пыталась, чтобы просто завязалось общение. Было приятно. Мне тоже. Короче, особо не поговорили. Потому что баба не может говорить на русском, а на украинском ни хрена не кукур. Я думаю, что вы не против, если я пару минут просто понаблюдаю за вами. Ой. Я думала, что ради прикола она берет сосиску. Да нет. Аллу, Марину и Шайку гость там. Марину, Аллу. Ну, потому что они знают, как себя с мужиками вести. И что-то думала, что хомякап. А он должен тройку выбрать? Если он не выберет меня, я уверена была, что он выберет Рамина, Сашу и Ёшика. Потому что у них с Ёшиком вообще произошел контакт. Я думала, что сейчас будет какое-то чумо неудачное. А тут наоборот. Давайте барабан этом. Он должен выбрать двойку победителей, да? Вообще у меня сердце в пятки уходит. Я приглашу на следующее общение троих из вас. Ну давай, кто это будет? Алла. Вставай, да. Нормально она. Попоказывала. Я вот так трясти начала, и я думаю, господи, надо успокоиться. Я сижу, не могу. Я вижу взгляды девочек. Шер тоже, наверное, выберет. Так я думаю, все, она мне вечером будет. Ты ему шалава показала. Вот так вот. И ему чуть ли там. Конечно, мне черт возьми обидно, что из трех шлюх он выбрал ее. Александра. Интересный выбор. Я даже с ним толком и не поговорила, я самым меньше с ним поговорила. А шер не выбери, да? Ела. Потому что я такими влюбленными глазами на него смотрела. Ежик, бухай сначала, перестань. А он письюн газированный. Вот кто он. Он взял меня и не выбрал. Валидол можно? Ежик расстроился. А мне селфетки от слез. Я сначала подумала, что поедем в какой-то ресторан. Красиво посидим, отдыхнем. Приезжаем до берега Дніпра, где парк. Марк. Мама дарай, только не лошадь. Конная прогулка. Моя прелесть, господи. Ты меня не любишь, я не знаю. Еще раз приветствую. Привет. И тут такой попендов за лошадей. Я вижу свою стихию. И вообще все, я поняла, что я хорошо проведу этот вечер сегодня. У меня детство умеет ездить на лошадях. А вы меня не бодоне? Просто боюсь. Я лошадей обожаю. Я в жопе, в полной жопе, короче. Реально, я очень расстроилась, когда я их увидела. Почему у тебя страх? Ну я вообще никогда на лошадях не каталась. У меня всегда такой страх был, как будто я паду с лошадью, а они мне ногу сломают. Мы будем достаточно осторожны. Три години про майнули непомятно. З таким мужчиною навіть брутальні пацанки забывают и про час, и про власні страхи. Хоча не всі. Пожалуйста, за что мне это все? Я сижу вот такая, ноги вот так, короче, у меня вывихнули с другую сторону, чтобы, не дай боже, ее каблуком не зацепить, короче, и не перевернуться 150 раз. Почему он такой сипаный? А в чем прикол? Просто конная прогулка и все? Я жалко, чтобы у меня сахарка в сиськах не заболялось. Потому что 50 гривосей было, а сахарка не было. Парыга как начала трусить. Она говорит, все, он грузин, значит, он мой. Я, типа, с хренью не общаться там с хренью. Думаю, ну, хрень, короче. Все, опять ты в жопу. Все, и теперь он выбирает одну? Хочу вас поблагодарить. Какое-то странное свидание было. Просто покатался и все, и, типа, сразу определяем одну. За проведенное время с вами я очень надеюсь, что вам понравилось наше общение. Честно, вот, всем хочу сказать, что я вижу потенциал. Моя сегодняшняя роза – это иммунитет, как вы уже понимаете. А как вы считаете, кто из вас, возможно, получит эту розу? Ну, я уже ожидала самого хуже. Я уже так поняла, что он барыгу выберет, и все, короче. Я, например, сразу могу сказать, чего роза хочет вручить именно мне. Я просто скажу, что я хочу дальше начать меняться, и дальше начать вставать более женственной. Спасибо тебе за то, что ты мне сегодня помог побороть очередной мой страх. Ну, в общем, я считаю, ты должен был сам видеть, кто был искренен, кто что хотел сказать. Поэтому выбор за тобой. О, это камень в огород. Да. Я считаю, что роза это должен дать Виолетте, так как она поборола страх свой на лошади, и она смогла одновременно с тобой общаться. Я знаю, что у Виолетте был дикий страх лошадей. Она об этом говорила еще давным-давно. Я настолько за нее боялась, я думала, блин, сейчас подойду к ней, чтобы ее утешить. А не подольше я лицемерю. Я считаю, что из вас, возможно, из-за того, что произошло, ты в зоне высокого риска, чтобы покинуть проект. Тебе надо дать шанс. Я очень рад, что мнение девушек совпало. Эта роза сегодня идет к тебе. Что, типа, в натуре, мне эта роза, типа, чувак. Что, правда? О-о-о-о. Как вам так не получилось? Спасибо. Спасибо. Удачи. Я уверен, что у вас все получится. Я буду этому очень рад. О-о-о. Он, по-моему, уже знал, кто на этой неделе вылетит. Он нам в Виолетте. Решил спасти. А все, приходим к выбору, да? Блин, давайте тут обсудим. Мне кажется, что никто не вылетит. Потому что одна сама уже вылетела. Либо пойдется не по правилам, и за эту неделю почти двое вылетит. Не откладывают. Тридця обраних холостяком еще не повернулись. А дирекция уже сбирает участки для серьезной размобы. Так стрёмно стало. Не знаю, мне кажется, никто не вылетит. То есть, есть 100% у них сценарий. По сценарию у них расписано, когда вылетают люди. А тут не по сценарию один человек ушел. Ну, то есть, он реально ушел. А серийность должна продолжаться. То есть, они знают, что там в какой-то день они должны закончить съемки. То есть, по идее, если человек прав, мы сейчас это проверим, то не вылетит никто. Все мозги как бы поколошматят, все обосрутся, все такие, а может я? А в итоге скажет, ну, на следующей неделе мы будем очень внимательны. И там точно кто-то вылетит. Давайте посмотрим. Сегодня кто-то из вас поедет домой. Конечно, перед выгоном я волновалась. Я волновалась за свою подругу Ёжика. После того, как я на ***, я почувствовала... Не, ну, Ёжика, да, шансы, конечно. Зопа едет в кривой рог. Я думала, попрут. Либо сосисочку. Либо Аллочку. Прямо честно сказать, кого бы я хотела, чтобы сегодня выгнали, моя любимая подруга Аллу. Я знала, что я не уеду, потому что Иракли выгнал. Доброго вечера. Добрый вечер. Добрый вечер. Я очень рада за Виолетту. Я знала, что она придет с Розочкой. А Алле, пусть ей у тебя драчоны ее дарят. Прости, Аллочка, на будущее. Ха-ха-ха. Сегодня на церемонии исключения будет присутствовать наш гость. Я поняла, что что-то будет интересно. Ну, кого-то исключат, он спасет. Вы как считаете, удалось нашим девушкам раскрыть свою женственность? Практически все девушки себя очень хорошо держали. Почему Розу вы подарили именно Виолетте? Я так считаю, что она в зоне высокого риска покинуть проект. И хотелось ей как-то дать шанс. Что ж, я очень рада, что наши девчата смогли справить хоть какие-то впечатления. на нашего эксперта. Это, наверное, единственная добра новина этого месяца. Ага, забухло вернемся. И пошло, Розу. Минус, 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 минус. Мария. Я вижу постоянно отсутствующий твой взгляд и полное равнодушие ко всему, что тут происходит. Мне она тоже не нравится. Тебе не интересна учеба? Мне интересно, просто сейчас, на том тижне... Неприятная какая-то личность для меня она. В меня идут месячные. Кибать, вот это ты ляпнула просто. Блин, можно ж было что угодно сказать. Что у тебя с лицом? У меня просто месячные идут, блядь. Ты серьезно? Вот, блядь... Думаю, на хуй ни язык кто сказал. Да ума у тебя, конечно, там... Три недели не у тебя продолжаются? Мы три недели не видим ни малейшей заинтересованности с твоей стороны в обучении в этой школе. Да, я бы ее выгнал. Они слышат, что и говорят преподаватели. Но человек амеба. Я считаю, если ты амеба, пошла на хуй с этого проекта, все. Как бы грубо сказано, но я соглашусь. Саня... Не, ее пока нельзя выгонять. Сиденье... Ты себя ведешь, извини, как ни рыба, ни мясо. Не представляйте, насколько мне сложно со всеми вот этими заданиями справляться. Мне... ну, мне очень сложно. Она всю жизнь привыкла к кастет, спортивке, трико. Вот это на-на-на, вот такой вот жаргон. Понятное дело, ей тяжело. Вот эти каблуки, вот эта платьица, вот эти все конкурсы с мужчинами. Вот я хотела бы наполнить свой сосуд женственности. Будь для этого более открытой. Ну, блядь, а что они хотят, чтобы за три недели сразу, блядь, у меня такой метаморфоз с этой гусеницей в бабочку? Кала. Твое настроение постоянно меняется. Может, дело в сигаретах, в алкоголе? Тяжело, конечно. На что ты тут только не идешь, чтобы сигаретку достать? Или соль где-то с... Сахарки, блин, кошмар. Нам надо будет еще поработать над твоей моральной устойчивостью. Да. И при этом ты сегодня была одной из лучших на финальных испытаниях. Мне нравится общаться с мужчинами. Да-да. Особенно с привлекательными мужчинами, как бы... Особенно с привлекательными. У меня уже все, руки в поту, блядь. Думаешь, блядь, ну я хоть старалась, но мало ли, может где-то там, блядь, пообщалась с Ираклием. Думаю, все. Житомир привит, Киев пока. Ученица, которую хотелось бы отметить, это Анна. Анечка, ты сейчас выглядишь самой мотивированной и самой старательной из всех девочек. Спасибо. У меня сразу улыбка вот такая вот, думаю, блядь. Кажу спасибо, типа. Ты много переосмыслила, и я вижу, что ты настроена идти дальше. Ну, если сравнить, то Аню, которая только пришла в первые дни, и сейчас, то большие, мне кажется, изменения. Ну, хомяк, жопа-лиска, все. Я не хочу об этом человеке говорить. Блядь, а как они начинают сейчас все друг друга ненавидеть? Знаете, тут уже не один человек, тут начинается прям тупо такая катавасия, блядь. Необидно было то, что они похвалили. Она раздражает всех. Хвалить на этой неделе почти некого. Потому что даже те, кто достойно выдержал финальные испытания, умудрились напиться на банальном уроке алкогольного этикета. Мы в краю бурене тем, что отбывалось в этих стенах. Она же снимает? Походу там, там светится. А пофиг. Поехали. Поехали. Так, будем чинить. Ей сейчас идет. А тебе, Саша? После того, как твой отец умер от алкоголя, ты тянешься к рюмке при первом же случае. Я так... Говори, пожалуйста. Кину пить. Ну, в смысле, не буду пить больше. Это я уже серьезно для себя обдумала и не хочу уже, я хочу реально поменяться. Компанию «Волка в карцере» Саша составила Виолу. Ну, Виолу спасли. Надо бросать пить, потому что это ни к чему хорошему не приводит. Я тебе честно скажу, что цього тижня мы серьезно задумались над тем, чтобы с тобой попрощаться. Ну, тебя спасли, да? Я сидела, у меня сердце вот так, тыщ, тыщ, тыщ. Конечно, нет. Мне кажется, что я был прав. Никто не влетит. Бля, мне ее жалко. Я смотрю на нее, она думает, бля, я последняя. Думает, бля. Жас. Алкогольный этикет очень хорошо показал, что ты не изменилась. Щойно перед тобой покладут сигарету або чарку. Ты взорвешься. Ты сидишь, вроде бы ты и хочешь сильно домой, но ты понимаешь, что еще все-таки ты не готов туда ехать. Я нечаянно. Немае права жінка себе дозволяти таки. Немае права. Может, я боюсь оставить вот себя вот такую, а-ха-ха, и быть какой-то взрослее. Олено, саме ты была в неадекватном стане. Да, белку словила мощно. Мы ощутили всю крепость и слабость алкоголя. Все, которые нам могли показать. Мне очень стыдно. Я сломалась. Я не выдержала испытания. Я слабая на алкоголь. И еще такого алкоголя я не видела. И у меня только глаза разбежались, и я решила навкидываться всем, что было. То краснело, то бледнело. И тут течет, там вообще мурашки бегут. Жарко, холодно, жарко, холодно, все. Но с тобой даже говорить не было бы неможливо. Я знаю. Это ужасное состояние. Я тебе скажу, как женщина, как педагога, как мать, какая б не была життевая ситуация. Не бухай. Алкоголь – это не решение проблемы. Я знаю. Вы должны это понять. Мне очень стыдно. Вы даже не представляете. Именно я поеду сегодня. Никто не поедет. Никто другой. Вот чуйка, бабская интуиция. Нам очень легко удалось это решение сегодня. Потому что мы на ученицю, которую мы должны сегодня выгнать, укладали очень большие надеяния. Что, реально двоих? Да нет. Нет. Но если вы не умеете думать головой, остается одним. Это прощаться. И сегодня это… Олена. Серьезно? Все-таки двое? Я не поверила в это. Потому что ежик недостойно ехать домой. Было безумно жалко. Я думала, блин, ну как это вообще так? Я пока не думаю. Сейчас посмотрим. Как так можно? Конечно, я расстроилась. Не, она не вылетит. Зарю, Ченд уже столько проектов посмотрел. Вот как-то не по сценарию идет. У вас один человек уже выбыл не по своему желанию. А это не по сценарию. Сейчас Иракли спасет, наверное. Либо кто-то. Все увидят, что я слабая. Ну, ее Жека жалко немного, конечно. Прежде чем пройдет процедура, я бы попросил прокомментировать, если вы дадите мне право высказать свое мнение. О чем я и говорил? О чем я и говорил? Сценарий пошел не по плану. Человек, кто один как бы по своему желанию вышел. Если бы она не ушла бы ментовкой, реально выгнали бы тысячу процентов. А так как уже один ушел, надо что-то делать. И вот тут уже начинает меняться все в реальном времени. И, короче, тут Иракли сейчас скажет, я хочу ей дать шанс. Ты, типа, мне обещай, что ты бухать не будешь. Я обещаю. Ну, ладно. Тебя Иракли спас. Но в следующий раз такое не повторится. Давайте. Я хочу обратиться к девушкам. Я в первый раз нахожусь здесь. И хочу сказать, что настолько праведных слов, которые были сказаны от ваших учителей, я давно не слышал. Что касается Алены, у меня есть чувство, что она действительно сожалеет о том, что произошло. И я думаю, что если человек понимает, что он сделал неправильно, и он может перед всеми это громко сказать, то я бы вас попросил, если это не сильно нарушит правила вашей школы, чтобы Алене дать еще один шанс. В том случае, если Алена может пообещать мне, всем девушкам, преподавателям, и, что самое главное, себе, что это будет для тебя уроком. Я тебя уже люблю просто. Ты, ну, чувак, молодец. И до этого мне так стало стыдно, что я о нем думала. Холостяк-мужик настоящий. Он и так хороший, а тут еще такие душесчипающие моменты создает. Куда там уже? Господи. У вас просто один человек вылетел. У вас просто один человек вылетел. В глазах появилась надежда, искра. Так, неочекованный. Ой, да ладно, неожиданно. Как будто вы бы ее не знали. У вас финал выходит. Ага, ага, да. У вас одна уже вылетела. Куда еще одну? Не по сценарию ее. Ой, что вы думаете? Я считаю, что Алене надо дать шанс. Да, я тоже так думаю, наверное, да. Мы вам будем очень благодарны, если вы ее оставите вообще. Мы так казах. Она очень добрая, открытая. Она из всех нас самая настоящая. Только полечите ее, пожалуйста. Заткнись. Олена, у этого недели ты останешься с нами? Уху, такое началось. Хлопаем такие, ой, какая прелесть. Короче, радуюсь. Наступный недель для тебя будет. Выпробуй с нами. Я вас не помню. это уже вылетит и тут давай короче обнимашки тысячи процентов я с мужиков то не часто таких нормальных обнимаю вообще первый раз жизни такого красивого миссер киртолки в крыльбасе позавиду спасибо вам большое что поверили я верю тебе я тебе искренне верю очень счастливый был выгон это вообще ну вся страна наша заплачет ну чё ребята вот такой вот у нас получился выпуск с радостью почитаю ваши комментарии увидимся в новых выпусках а также ребят переходите по ссылке в описании всех кто из украины и смотрите бесплатно премьеры очень крутых фильмов сериалов и телешоу ссылка находится в описании 7 дней бесплатно без регистрации в описании это был андрей чент всем пока